На территории Ленинского городского округа сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд «нетрезвый водитель», направленный на выявление лиц, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В основной своей массе контингент водителей относится положительно. Есть, конечно, люди, которые считают, что их остановили незаконно, неправильно, но основная масса понимает, что не остановив автомобиль, невозможно понять, трезвый он, пьяный. И человек, который выпил две рюмки, он видел себя на дороге, как обычный водитель. В прошлом году в нашем муниципалитете произошло несколько ДТП, в которых пострадали люди, а виновниками стали нетрезвые водители. С начала 2021 года на настоящий момент таких случаев не было. Без проверки, мне кажется, грубо говоря, бардак будет. Молодцы нашим сотрудникам, они очень тщательно, очень внимательно на все заметят. Все, ничего неприятного я не вижу. На самом деле важно, потому что, в принципе, это бич нашего времени, пьяные водители, все ДТП, жизнь испортить не только себе, но и людям. Поэтому у нас нам надо, конечно, что делать. Во время проведения рейда также были выявлены сопутствующие нарушения правил управления транспортным средством. На нескольких автомобилях была замечена тонировка стекол. Водителям было предложено на месте избавиться от затемняющей пленки, чтобы избежать штрафных санкций. Вячеслав Иванович, документы возьмите. На первый раз ограничить существо предупреждения. Тонировку одевать не рекомендуем. Спасибо. Профилактическое мероприятие уже заканчивалось, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого вызвал подозрения своим неадекватным поведением. После беседы с инспектором он отказался от прохождения медицинской экспертизы. По гражданин предварительно, пока материал еще не составляется, уже категорически отказывается ехать на медицинское освидетельство. Как уже поистил еще раз. Что случилось? Дни 10 назад он ошибку курил с ребятами на день рождения. Вот. Понятно, что происходит. Ну как бы вдруг. Вот. В дневное время бывает и такое. Не все пьют водку, пиво. Кто-то бывает покурит и едет. Кто-то. Максим Евгеньевич. Это живой пример. На водителя был составлен протокол. Машина отправлена на штрафстоянку. В случае отказа от проверки на алкогольное или наркотическое опьянение, гражданин подвергается штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишается прав на управление автомобилем до двух лет. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.